Думай о времени. Однажды написал на своей картине художник Ян Ван Денхеки, и его слова были услышаны потомками. И именно так называется новая выставка-инсталляция государственного Эрмитажа, о которой мы сегодня и поговорим. После реставрации знаменитой картины художника «Роскошный натюрморт», шедевр Яна Ван Денхеки стал центром новой экспозиции, где зритель буквально сможет увидеть мир глазами гения. Все подробности расскажем, а главное покажем прямо сейчас. У нас в гостях Михаил Олегович Дединкин, заведующий отделом западноевропейского изобразительного искусства государственного Эрмитажа. Доброе утро, здравствуйте, рады вас видеть у нас в прямом эфире. Доброе утро. Доброе утро. Удивительно, имя художника Яна Ван Денхеки не на слуху так широко, а ведь он был ассистентом, помощником Рубенса. И вот что еще важного нужно сказать нашим зрителям, помимо того, что это был форманский художник? Раскрыть как-то его, да. Он никогда не был ассистентом Рубенса. А, не был? Нет. Они пересеклись во времени, но, конечно, в мастерской Рубенса молодой художник не успел поработать. Он был поколением моложе, значительно моложе. И его работа проходила во Фландрии, в Италии. Потом он опять вернулся в Антверпен в середине 17 века. Это несколько позже. А картину эту можно будет назвать знаменитой, наверное, через несколько лет. Пока она просто никому неизвестна. Вот сейчас мы ее показали впервые. Последние 80 лет ее никто не видел. Ее Эрмитаж приобрел перед мировой войной, перед Великой Отечественной войной. И вскоре она оказалась, как и все картины большого формата, намотана на вал. Накручена. Навал снят с подрамника. Накручена. И в течение долгого времени ее никто не видит. А с чем было связано то, что картина была в хранилище? То есть она была в не очень хорошем состоянии или какие-то другие причины? Ну, картины, которые так долго хранятся подобным образом, априори находятся в не очень хорошем состоянии, требуют большой реставрации. Это значительная работа. Она дождалась своего часа наконец. Да, сейчас пришло время. И мы ее показываем. Вот художник оставил такое послание всем, наверное, и своим современникам, и потомкам нам в том числе, думая о времени. Вот о каком времени речь, наверное, была в его замысле, как вы думаете? Или все-таки такое было обращение действительно к нам? О нашем времени. О нашем времени. О будущем. Хотя он жил тоже в непростые времена. Да, так же, как и мы. Это совершенно естественно. Когда непростые. Да. Он жил в то время, когда человечество вообще долго не жило. Средний возраст европейцев в середине 17 века был 35 лет. В 35 лет умирали. Это большинство. Это время войн, это время тяжелых эпидемий. Время, в общем, довольно сложное для Европы. И поэтому человечество было. Каждый человек ощущал дыхание о смерти близко. И вот в этом роскошном натюрморте люди 17 века читали это послание. Вот все это великолепие, вся эта красота. Такой контраст получается, вот как раз-таки со временем. Это все мимолетно, все пройдет, все уйдет. Ух, прям есть сразу о чем задуматься при взгляде на картину. И такая глубина картины, да, сразу начинаешь проникать куда-то глубоко. Мы сейчас все вместе перенесемся в один из залов Эрмитажа. И поприветствуем нашу коллегу Марию Новикову-Ахонскую, которая чуть более подробно нам расскажет о каких-то других аспектах. Об инсталляции тоже важно. Доброе утро, Маша. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Петербург. Все мирские наслаждения и вещи исчезнут словно дым. Думая о времени, так звучит эпиграф к этой выставке. Выставки одного шедевра. Те, кто часто бывает в главном штабе, в пространстве выставочном Белого зала, не узнали бы то, во что он сейчас превратился, преобразился прямо по центру. Расположилось абсолютно новое выставочное, масштабное, иммерсивное пространство. Если честно, такого в Эрмитаже мы не припомним. И подробнее и о пространстве, и о шедевре мы поговорим с Владиславом Статкевичем, научным сотрудником отдела западноевропейского изобразительного искусства. Владислав, здравствуйте. В первую очередь, конечно, хочется обратить внимание непосредственно на этот натюрморт. Он наполнен всевозможными отсылками и символами. Вот что человек 21 века должен знать для того, чтобы разгадать послание автора? Здравствуйте. В центре нашей выставки натюрморт художника второй половины 17 века, фламандского мастера Яна Ван Денхикки, который рассказывает нам через мир вещей и о бренности жизни, но и о ее роскоши. Это тип натюрморта, называемый пронг стиллейфа, роскошный натюрморт. Арнольд Холбракен, автор 18-го столетия, отмечал, что Ян Ван Денхикки – мастер передачи удивительных фактур. Художник, который умеет написать серебро, стекло, ткани так, чтобы увлечь за собой зрителя. И это и интеллектуальное размышление, но и пиршество глаза, как часто бывает в барочной живописи. Немножко о том пространстве, в котором мы оказываемся. Очень много отсылок, которые, казалось бы, между собой вызывают некоторый диссонанс и при этом цельную картину. Мы видим какие-то элементы портовые, какие-то монастырские, и в целом оказываемся в таком безвремене позднего Средневековья, переходе уже к другим временам. Да, наши художники Эмиль Капелюш и Юрий Сучков создали для нас пространство, которое является такой фантазийной мастерской художника. Это не документальное свидетельство 17 века, а романтическое переживание эпохи. Такая сказочная, немножко иллюзорная игра, по-барочному великолепная и роскошная. И важную часть этого пространства, которое и монастырь, и мастерская художника, и портовый док, занимает, конечно, инсталляция. Как будто бы она вышла с картины, но при этом не точно ее воспроизводят и в этом тоже замысел автора. Да, действительно, мы хотели сделать свободную ассоциацию, состоящую из предметов фондового хранения, шедевров декоративно-прикладного искусства и таких символических отсылок. Этот стеклянный шар, специально сделанный в институте Штиглица, который вот эту бренность, эту хрупкость человеческого мироздания с собой ассоциирует. И удивительные тени, которые создает историческое стекло, венецианское, немецкое, богемское. Мы говорили о мастере фактур в живописи. Вы здесь тоже собрали очень разные фактуры, в том числе ткани, которые в какой-то момент служили музею. Да, действительно, это ткани из реставрации тканей и из фондового хранения. Это бархат, который служил внутренней обивкой, витамин, это белая салфетка. Но все это соединено в таком барочном театре. И театральности служат и музыкальные инструменты, которые пришли из музея театрального и музыкального искусства из Шереметьевского дворца. Благодарю вас, Владислав, за это погружение в потрясающий барочный мир. А я хочу еще добавить, что вы можете слышать сейчас специально подобранную музыку. Здесь мы видим на стенах инсталляции видеопроекции. Но то, чего не может передать наша камера, это еще и запах ладана и мира, который присутствует в белом зале главного штаба государственного эрмитажа. Это полнейшее погружение. Здесь успеете посетить выставку до конца марта. Коллеги передают вам слово. Маша, спасибо тебе большое. Действительно, погружение полнейшее. Даже, мне кажется, мы и наши зрители испытали. Музыка, вот эта аскетичная атмосфера, действительно, мастерской художника. И вот такой вот на контрасте, такая вот картина и инсталляция, в том числе, которая была собрана к этой выставке. Вот вообще, какой замысел был у художника? Ведь если он жил в такое действительно непростое время, когда о роскоши, наверное, приходилось только фантазировать, это была его фантазия или все-таки из реальной жизни? Нет, это все было из реальной жизни, абсолютно. Это был один, Антверпин, один из богатейших городов Европы. Это город, который процветал, который занимался морской торговлей, производством. Это был такой один из крупнейших европейских центров. И все, что вы видите, это предметы, конечно, редкие, драгоценные, но они присутствовали в жизни горожан. Конечно, самых богатых горожан, но для такого человека и писалась эта картина. Это заказ был? Скорее всего, конечно, это был заказ, потому что ничего подобного больше художник не делал. Это был какой-то специальный заказ. И, как мы сейчас понимаем, это наиболее значительное произведение этого художника. То есть получается такое некое лукавство в эпиграфе, несмотря на, казалось бы, такое представление о бренности мира, о его сложности. И такая вполне себе яркая, насыщенная жизнь, как мы видим на этой картине. Вот просто, когда вот находится в этой экспозиции, этот контраст очень сильно ощущается. Да, конечно, конечно. И сейчас мы воспринимаем эту живопись немножко иначе, не так, как люди 17 века. Но это правильно, все так и должно быть. Мы делали эту экспозицию для себя, и это тотальная экспозиция. Здесь не только демонстрируется картина, создана архитектурная среда, мы собрали этот предметный ряд, мы сделали звуковую видеоинсталляцию и даже аромат лада на это все присутствует. Все, да, ты, как видите, почувствовала, наш корреспондент, наша коллега. Вот что касается музыки, то ее вам помогал подбирать петербургский музыкант Сергей Стадлер. Вот какие задачи вы ему поставили? Либо он полностью был свободен подобрать то, что он считает нужным для вот этой инсталляции, для этого случая? Ну, во-первых, он думал о том, как можно интерпретировать ноты, которые находятся на первом плане. Там находится нотная тетрадь с нотами, и он на концерте передал то, как он слышит, как он воспринимает эти нотные записи. А это, в принципе, неизвестная какая-то? Абсолютно неизвестная. Тогда и ноты писались не так, как сейчас. И он исполнил великолепный концерт барочной музыки, который был посвящен. А то, что вы слышите, это электронная обработка грегорианских церковных хоралов. Вот слышно, да, какие-то такие хоровые исполнения. На самом деле, правда, очень интересно. Сразу захотелось шагнуть через экран, большой экран в нашей студии, и оказаться действительно в Эрмитаже, и уже своими глазами, что называется, все осмотреть, почувствовать. И хочется поблагодарить за то, что такую невероятно объемную вы устроили выставку, экспозицию. То есть, да, понятно, один объект, но вокруг него создается целая история. Спасибо вам большое. Мы благодарим нашего гостя Михаил Олегович Дединкин.